Всем привет! Еще год или два назад, когда друзья мне задавали вопрос, какой недорогой смартфон купить, чтобы все работало нормально, я всегда отвечал, Honor или Huawei. Но теперь, когда у них нет гугл сервисов, их место по факту начали занимать другие, например, Realme. И этот производитель действительно предлагает за адекватные деньги нормальные аппараты, в чем я убедился еще год назад на примере Realme 6 Pro. Но сегодня мы поговорим о Realme 8. У нового поколения есть только один минус, это почти полное отсутствие изменений. Начиная с шестого поколения гаджет почти не менялся, более того, некоторых фишек в виде повышенной герцовки в данной модели и вовсе нет. Но стал ли от этого новый смартфон хуже? Давайте разбираться! И начнем по обыкновению с внешнего вида. Ни для кого не секрет, что Realme это по сути ответ BBK на линейку, а теперь уже и у бренд Redmi от Xiaomi. Поэтому заимствование Realme у старших суббрендов совершенно нормальная ситуация. Вот и здесь внешний вид безумно напоминает старенький Oppo Reno 4 Lite. Блок камер фактически идентичен. Корпус пластиковый, в моем цветовом решении он смотрится здорово за счет переливающейся полоски со слоганом «Dare to leap», меняя стандарты, так сказать. В комплекте хороший чехол, что типично для BBK, а на экране наклеена пленка. То есть из коробки гаджет полностью готов к эксплуатации. На корпусе есть и 3,5 мм джек, и большим похвастать здесь нечем. А вот флоток здесь поистине царский, ведь он позволяет установить и две сим-карты, и карту памяти типа microSD. Размеры адекватные, но прямо-таки компактным смартфон назвать нельзя, несмотря на диагональ экрана в 6,4 дюйма, так как тонкие рамки положены более дорогим смартфонам. Вес с чехлом чуть менее 200 грамм, что хорошо, а без чехла и вовсе около 180. Экран достался модели нормальный. Я не хочу его ни хвалить, ни ругать. Он ровно такой, каким и должен быть дисплей смартфона этого ценового сегмента. Есть только пара претензий. Максимальной яркости чуть не хватает под ярким солнцем, а система пытается компенсировать это сильным высветлением картинки на экране. Выглядит это порой жутковато. Как я уже и сказал в начале, здесь только 60 Гц, но давайте честно, этот сегмент не вытягивает 90, а тем более 120. Исключением может служить разве что Poco X3 Pro. В лаборатории Realme есть настройка плавной прокрутки. И я бы сказал, что происходящее на экране происходит плавнее большинства конкурентов с высокогерцовыми экранами. С ШИМ всё не очень страшно, но есть куда стремиться. Дело в том, что в обычном режиме работы частота пульсации составляет 60 Гц, при показателях коэффициента ШИМ до 10-15%. На низких показаниях свечения частота увеличивается почти до комфортных значений в 300 Гц, но всё же не достигает их и остаётся на уровне 240, при зашкаливающих показателях коэффициента модуляции. Напомню, что ШИМ абсолютно не страшен, если его частота выше 300 Гц. Но в лаборатории Realme есть и DC Dimming. Он снижает процент ШИМа, но при этом оставляет частоту на всём диапазоне яркости на отметке в 60 Гц. В то же время в комфортных значениях коэффициента находится лишь яркость экрана выше 50%. Они же нет-нет, да и заходят за безопасные рамки. Все снятые показатели далеко не самые плохие. Я видел много экранов значительно хуже, но, как я уже и сказал ранее, есть куда стремиться. Наконец, под экраном находится и сканер отпечатков пальцев. Работает лучше, чем на большинстве прошлогодних флагманов. Ошибок немного, скорость срабатывания очень неплохая. Некоторые могут пожаловаться на то, что расположен он очень низко, но мне было удобно с самого начала, без адаптации и привыкания. По поводу рамок, снизу имеется заметный подбородок, хотя вряд ли это можно назвать минусом для аппарата за 20 тысяч рублей, без учёта частых скидок. Про железо долго говорить не стоит. Это проверенный временем Mediatek Helio G95. Хорошее решение сильного трутлинга нет, справляется со всеми современными задачами и даже играми. Минусы же скрыты от глаз пользователя. Например, недавно я тестировал игровую Bluetooth гарнитуру Flydigy Cyberfox T1, которая позволяет играть без проводов с минимальной задержкой звука, в отличие от большинства беспроводных ушек. Так вот, с Mediatek добиться заявленной задержки невозможно в принципе, что в очередной раз подводит меня к мысли, что Qualcomm всё ещё в большинстве случаев выглядит предпочтительней. Хотя бы за счёт качества работы встроенного модема. Но вот на удивление я обнаружил, что программное обеспечение Flydigy, использующееся для геймпадов этой же фирмы для маппинга на экранах кнопок, работает без проблем даже во флешплее режиме. А ведь совсем старый Mediatek этого не умели вовсе. Интересно, конечно, посмотреть на ситуацию в новых Dimensity. По программному обеспечению прошивки большой поклон Realme. Realme UI почти не изменилась с момента моего последнего использования смартфонов этой марки, и это всё ещё переименованная ColorOS, и она является одной из лучших современных оболочек с точки зрения скорости, качества и стабильности работы. Это именно тот случай, когда оптимизация решает, и зачастую вдвое более мощные и дорогие модели других производителей будут работать хуже Realme 8. Да, есть баги, которые чаще связаны, опять же, с использованием Mediatek. Например, когда я не перезагружал смартфон подряд две недели, отказался работать Bluetooth, но ребут, конечно, помог. Аналогично, один раз этот же Bluetooth подвис, и даже после отключения от внешнего устройства не позволил системе выводить звук на единственный динамик. Опять же, решение – ребут. Сюда же я запишу и проблемы раздачи Wi-Fi, так как подключенные устройства часто теряли связь с поднятой сетью. Есть небольшие замечания и по работе пары функций, например, активация экрана при подъеме устройства, которая работает крайне некорректно, и, видимо, игнорирует данные датчика приближения. Зачастую положенный в карман аппарат экраном к телу мог начать самолично переключать музыкальные треки на виджете экрана блокировки при ходьбе. То есть девайс включал экран, а легкие касания через ткань были восприняты как приказ к действию. Еще бесят, что уведомления на экране блокировки показываются только один раз, а дальше исчезают. Я не нашел способа побороть это. Напишите в комментариях, если знаете, как это исправить в настройках. В остальном же с Realme 8 я был почти месяц после таких флагманов, как Vivo X60 Pro и Samsung S21 Ultra, и не почувствовал себя в чем-либо ущемленном. Стоит ли говорить, что это прекрасный результат? Наконец, к камере. Опять же, учитывая сегмент, это одно из лучших фоторешений на рынке уже из коробки, без всяких Gcam и прочего. Однако, искусственный интеллект я бы отключил, уж очень он чудит. Подробнее, четыре модуля тыльного блока содержат две затычки, одна из которых макро, а вторая для боке. Макро на 2 мегапикселя требует хороших условиях освещения и в общем-то не нужна вовсе, как и вторая камера на этот же размер мегапикселей. Но вот основная камера хороша, и тут скрыто одно из главных отличий смартфона от прошлых поколений. Теперь здесь прописался модуль от Sony, а не от Samsung, а конкретнее Sony IMX682, что конечно же плюс. Остальные характеристики вы видите сейчас на экране, ну и давайте прогоним типичные примеры фотографий. Здесь же я отмечу, что ширик конечно похуже, но в условиях нормального освещения способен делать неплохие фотографии. А также стоит похвалить ночной режим, который отрабатывает на ура. Опять же видно работу Realme над улучшением программного обеспечения. С видеозаписью никаких ожиданий у меня не было. 4К типичные, без какого-либо стаба. Стабилизация появляется лишь в разрешении Full HD, и только при 30 кадрах. Ну а сверхстабильный режим работает вроде бы и в том же разрешении, но с весьма и весьма сильной просадкой по качеству. Такое ощущение, что снимаешь и вовсе в 720p. В общем, для видеосъемки этот смартфон не очень подходит, а вот для фото вполне. Селфи мне не очень понравились, хотя модуль тут тоже стоит вроде бы как неплохой и тоже от Sony. Ну как-то не впечатлило. Кстати, есть и рабочие Gcam сборки, но я их не пробовал и из-за того, что полностью готовых к употреблению портов нет. На каких-то изображениях видоискатели тормозит, где-то не сохраняются фотографии, а где-то надо потратить целую вечность на подбор конфигурации. В общем, пользуйтесь стоковой камерой, но не забудьте отключить искусственный интеллект. И поговорим про один из главных плюсов аппарата – автономность. Вот тут Realme 8 очень хорош. На руку сыграл и 60-герцовый экран, и огромный объем батареи в 5000 мАч. Хотя я замечал, что прошивкой довольно сильно гасят активность, и уведомления от не столь часто используемых приложений спустя день уже могли просто пропасть. Насколько я понял, за это ответственна функция оптимизации режима ожидания, которую можно просто отключить. Но в целом всё это не критично. 7, 8, а то и 9 часов экрана на одном заряде в течение двух суток использования для Realme 8 не мечта, а суровая реальность. Всю даже в плюсы запишем и комплектный блок зарядки на 30 Вт. Весьма впечатляющие характеристики за довольно скромный ценник. Наконец, настало время подвести итоги. Крепко сбитый смартфон с редкими багами, которых и вовсе можно избежать, если в настройках задать расписание перезагрузки хотя бы раз в неделю. Да и то, все сказанные недостатки перекрываются плюсами в виде отличной оптимизации, потрясающей автономности и довольно неплохой основной камере. В общем, этот аппарат можно без зазрения совести рекомендовать к покупке. Ну а на этом у меня всё. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждёт много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok